кино все ты пошла прямой эфир вышла посмотрим теперь вай фай заработал будет ловить прямой эфир вышла вай фазе работал скажите мне хорошо видно лохматом да фу не было здорово наконец-таки нас видно о чем будем смотреть посоветуйте на что-нибудь посмотреть пожалуйста мы так прям погибаем привет что нам посмотреть вот это за помощью мне в день обращаются по 500 человек пожалуйста меня начинает потряхивать я это я никому не обращаюсь за помощью знаете плохо качество плохое квадратики ну класс лам я выхожу тогда ладно приветчик тревожный вызов тревожный вызов и лица лизочка точек лан из квадратики я пошла запах женщинка кстати все пошла лиза плохо видно все расстраиваюсь ладно все выхожу не хочу непрощенный фильм по моему смотрим непрощенный нет тревожный вызов я хотела посмотреть малахова ты включила то что я хотела нет квадратиков пишут все вранье было все вранье все хорошо видно серьезно красиво белье шкутина . все на 18 качество короче у меня за начинать это обманывать мне это не нравится привет что хорошо видно то плохо видно я начинаю расстраиваться в общем не учитывая мне хорошо то я не хочу фильм что малахова интересно я хотела посмотреть про девочку которую там 16 летние девочки пошли куда-то поход и одну там зарезали ли что с ней случилось я крашу углем стрелки углем привет хотел с вами поболтать но что то это короче плохо себя чувствую вот как то я сижу без фильтров как как вы любите ну с фильтрами лучше конечно когда подустал то видно очень хорошо не слышно не видно в квадратах я смотрел сейчас тоже что вы смотрели лиза покажи свои большие красивые сиськи блин да я свои сиськи покажу только своему мужчине давно был то я не знаю что с настроением мы не успели пошли покушать и не успели и поэтому настроение не очень я же думала что я куплю что-то себе а хрень а шопинг и не сдался почему температура хрен начать вечерами не пойму сколько весишь что 229 дать почитала коменты сейчас посмотри на свою письку блин люди на письки смотрят понимаете а если у меня бог немножко вывалится мне будут писать боже мой ты вообще жирная боже сосочек немножко господи вы же ходите все идеально у вас идеально поглаженная одежда вы никогда не пачкаетесь и не зала с ничего не вываливается у вас нет так подмышками складочек у кого-то я думаю они не только там есть складки когда мне такое пишут я просто думаю боже мой люди все разглядывают письку мою сидят разглядывать мою письку вот я думаю как вот она мне пишет посмотрели не смотрю на письки но на письки не смотрю извините мне кажется это как-то сделала маникюр температура все а вот на письки смотреть надо обязательно вы смотрите на письки когда открывать фотографии первых делах можете на письки ну смешно правда пишут идеальные люди я не захожу не смотрю нет иногда захожу смотрю когда бабушки особенно пишет вот про мэри написала гадости бабушка ты бабушка а когда фотография мужа и жены у них одна общая страничка они мне пишут какая мразь конченая шлюха ее муж читает или это муж пишет или жена нет интересно у них парочка больных людей где-то загорала смысле где на пляже привет привет волгоград привет лежит и красотку спасибо то есть уставшись такой же жирница бабки то вообще жизнь а и не значит бабками не было бы стыдно за мою бабку за бабушку за маму за тетю за дядю я в со стыда умерла просто я не представляю даже такого а чему завидовать бабушке на свою молодость уже прожила как она ее жила это она выбирала как она ее живет вообще жизнь такая знаете забываешь потом как-то живешь смотришь дом 2 нет не смотрю дом 2 хотела посмотреть единственную эту серию где избивают эту девочку честно ни хрена не загрузилась только вот интернет вай фай начал работать я к вам вышла поэтому проверить позавчера еще более-менее я какой-то тариф там не поменяли нормально было сейчас нет как долго еще там будешь не знаю еще дни 10 буду привет привет надеюсь что скоро все наладится люди не могут принять так скажем свою старость смысле я чуть бы тоже старая бабка что ли нет то не об этом говорит смысле принять старость надо принимать все плюс какого-то серии без понятия не смотрю телевизор я просто где-то прочитала интервью и решил посмотреть я твой фанат круто такой период и так сильно сходом за полгода так я не смотрю дом 2 зачем него смотреть если вы смотрите это ваша проблема вам нравится мне не нравится я не смотрю телевизор вообще принципе ничего не смотрю навсегда я не улетела о привет дэнчик как твои дела как жизнь как там мерзнете донецк я пошла купаться тоже есть жесть да как это красиво делаешь стрелки как красиво я не знаю ты кушаешь дай много кушаешь с помогушали в ресторане он пришла съела уже три конфеты максимальный вес какой вес сейчас господи пожалуйста вот такие интересные темы обсуждали вот вчера например когда была на маникюре давайте с вами знакомиться расскажи о ценах в ресторанах это то же самое что вы придете в москву можете кушать в недорогих ресторанах можете и в дорогих ресторанах я не знаю ваш бюджет и не знаю как вы живете я знаю как живу я я могу только рассказать как я живу но я не хочу этого рассказывать потому что уже один раз мы заговорили с вами про тему денег спасибо мне так обосрали первый раз за все время что вы хожу за год прямой эфиры я открыла рот и и пожалела об этом деньги это зло я так считаю все я кушаю там где мне позволяет я люблю рестораны и рестораны стоят так как в москве я хожу а вы найдете себе такие как выходите у себя привет я люблю конфеты да агрессивно ты сегодня нет абсолютно нормально отличное настроение просто супер злая нет вы меня не видели злой лиза как относится жестокость исходя из детей в школах как готовы бедру друга родители что творится с людьми ну я не знаю мне кажется жестокость вообще ненормально у меня такого не было я очень добрая девочка но я все защищала одноклассников всегда защищала как их назвали лохов но для меня они лохи это люди которые не могли за себя наверное постоять это киста защищала для меня было ненормально когда для меня вообще лохи те как для меня лох это тот человек который на слабых на слабых отыгрывается вот это для меня лоха для лохи они были поэтому их я могла чумурить. Если они обижали слабее, то для меня они лохи. Это 100%. Так и в жизни. Я понимаю, что я себе по уровню могу найти человека, девушку и зацепиться с той, которая, как я. Да? Но никогда я не полезу на ту, которая слабше меня. Мне просто неинтересно. Сильный человек никогда не будет общаться со слабым, потому что, ну, это неинтересно, понимаете? Я мальчика била в школе. Ну, мальчиков можно бить, а девочек нельзя. Скоро начну заниматься. Мы сегодня смотрели, какая у меня, может быть, огромная задница. Я шучу, значит, огромная. Но все же она может быть. Салам. Так загорело, да? Что-то есть. Ну, я устала. В Таиланде мой любимый фрукт. Я пью мангошей. Манго мне нравится. К мучному или сладкому отношусь отлично. К мучному хорошо, но меня от него сыпет, потому что почти все, но на дрожжах. Мне нельзя пить пи, он не за дрожжи. Деровский день мне... У меня не деровский. Как ты так? Просто обожаю. Спасибо, моему. Когда обратно, боишься летать? Нет. Сережки так к лицу тебе? Спасибо. А давайте включим фильтр. Что-то гибло. Нет, у меня нету попы. Ну, как-то я подскажу. Бог мне надарил передом. И мозг. Я без понятия не общаюсь с Сашей. Любишь пиво? Ну, могу выпить на отдыхе, да. Сейчас выпила, но даже полбокала не смогла выпить. Для вкуса с мясом, да. Почему нет? Устать в Таиланде? Ну, мы рано встали. Мы сегодня в пробках стояли два часа. Ну да, я не люблю пробки. Я устаю от них. Ой, нет, не включай. Ты занимаешься в зале? Нет. Моя сестра ходит? Я нет. Я Лафаня. Ты супер. Вы тоже супер. Давайте познакомимся лучше с кем-нибудь. Потому что мы тогда такие клевые темы обсуждали. Кто женат? У кого есть муж? У кого есть любовник? У кого тот? Это прям очень прикольно. Все-таки я пойду учиться на психолога и думаю, что многие из вас ко мне попадут. Ну, или вообще тренинги были. Так, надо идти за зарядкой, потому что, иначе я вас потеряю. Хорошую тоналку сама не нашла. Еще супер себе тоналку. Сто лет тебя не видел. Увидел. Не ответила. На что? Я больше люблю сладости. Мясо не очень люблю. Я люблю морепродукты и сладости. Давай. Я учусь на клинического психолога. Вредный продукт ты любишь. Я люблю все вредное, да. Не получается. Но у меня набита рука с детства, понимаете? Поэтому. У меня нет молодого человека. Сколько лет твоей дочке? Девять с половиной. Так говорят еще. Интересно. Что курила сегодня? В смысле? Бамбук. Кто по знаку ты? Я водолей. Пользуешься хайлайтером? Пользуюсь. Сегодня белорусский намазалась. Я своего не стала искать, потому что в моем первый раз зашла к тебе. Именно в эфире обычно просто смотрела сохраненные. Ты ответила мне. Вот так бывает. Любишь Зару? Не особо. Мне кажется, там ценник достаточно высокий для Зары. Но иногда можно что-то купить. Лиза, ответь про румяна, пожалуйста. Румяна. Но мне понравились... Я привыкаю к косметике. Нарс мне сначала не нравились. Сейчас у меня герлиновский румяна. Ну, вроде, видишь, неплохие, не стираются. Где будешь на Новый год справлять? Я еще не знаю. Это секрет. За меня, Жамужа. Ты застинься, слушай, чьи-то проблемы. Лиза, зритель. Ну, по-моему, мы вчера обсуждали не только чьи-то проблемы. Ты же обсуждаешь правильно. Вы мне рассказываете. Я тоже хочу с вами знакомиться. Про меня вы все знаете. Это же неинтересно. Вы меня спрашиваете. Я говорю, как я бы... Ну, как здесь вы спрашиваете меня. Как бы я отнеслась к такому или иному. И вместе рассуждаем уже эти темы. Я бы сказала, расхлебываем. Это же классно. Классно. Я и вас читаю. Сладко появляется прищадатель много. Вот здесь много народу. Подскажите, как будет? Живусь молодым человеком уже два года. Про движение нет. И уже и желание нет. Как-то и чувств вроде. Тебе сейчас все посоветуют просто уходить. Просто уходи. Нам пора прощаться. Знаешь, такую песню? Вот спой ему эту песню. Ну, что если тебе скучно с ним смутало? Либо вы должны чем-то заниматься, чтобы он был нескучен. А если нет любви, тогда я вообще не знаю, о чем говорит. Бывают люди путаются, могут запутаться. Есть любовь. Есть люди эмоциональные, которым нужны эмоции. И так далее, и так далее. Поэтому я бы могла поговорить с вами на эту тему. Почему Эри уехала? Потому что домой надо было. Давно я смотрела Дом-2, но вчера увидела дралку. Была шокерна. Твое мнение, ведущий даже. Я в шоке. Я бы сказала. Открепилась одна сережка. Может быть, похер. Ай, что ты эту зарядку возьми? К мусульманинам отношусь положительно. У меня бабушка мусульманка была. И ради дедушки приняла веру. В магазин ты одеваешься. Более-менее доступных. Да я почти во всех доступных сейчас одеваюсь. Это раньше я могла себе позволить одеваться в магазинах, в которых раньше я могла себе позволить. На самом деле, после проекта мне стало немножко все равно на вещи. Но главное быть стильной, модной. Вот. Но насчет сумок. Как я говорила, ты говорила, сумки все-таки должны быть настоящие. Красиво. Орлова заступилась за эту дуру? Да ладно. Ужас. Какой ужас. Здесь хороший привет Кущевской. Да. Ну, ты болтливая или болтливая? Дживанши. Классная, кстати. Да. Румяная. Ты пробовала крема Лориаль или Невею? Я не пользуюсь кремами. Честно скажу. Что надо мне пользоваться. Но я постоянно забываю. Это генетика. У меня, кстати, такая полужирная кожа, поэтому мне крем особо не нужен. Да нет, ну вообще нужен. Сказали, что нужен. Это очень клево. Я работаю блогером. И спешишься на Дом-2 еще? Нет, конечно, никогда в жизни. Я туда не пойду. Аишки, привет. Я очень люблю, очень люблю ведущих. Я очень люблю вообще всех, кто там работает. Обожаю наших редакторов. Все крутые. Все мне пишут смс. Могу позвонить им, расплакаться, даже сказать, что у меня в жизни случилось. Очень хорошие люди. Но вернуться нет, не вернусь. Хоть бы раз море показала. Так я, смотрите мои сториз. Астрахань, привет. Где твоя дочь? С ней больно пляжа. Так красиво было после дождя. Почему не пойдешь? Потому что... То, что сильно избило, да, это ужасно. А зачем мне туда идти? И то, что я хотела, я там получила. Что мне там делать? Любовь свою искать? Нет, там я больше не влюблюсь. Однозначно. А что мне там делать еще? Привет, Ростов. Хороший человек-то? Ну, я думаю, что да. И что за помада, оттенок? У меня сейчас стертый карандаш и помада. Я уже ответила на вопрос, почему я не вернусь. Потому что я оттуда взяла, что я хотела. Все. Почему выбрала Таиланд? Потому что... Любимый твой сериал. Ну, какой у всех. Пару съесть, у них свадьба, конечно. Если бы я не приду на свадьбу, мне кажется, меня Саша убьет. Не хочешь волосы снять? Нет. Да, мне сейчас нет марки одежды. Я одеваю в своем магазине, и все. Нет такого у меня. У меня много очень одежды было, если вы не забыли на проекте. У меня до сих пор есть вещи, которые по одному разу одевала. А есть вещи, которые я вообще ни разу не одевала. Которые я покупала, когда сделаю сиськи. Сдели с закрытой спиной. С открытой спиной или платье в пол. Ну, короче, да, я такая могу, как бы. Не очень любительница. Мне пофиг, я много работаю, мне сейчас все равно. Ну, Алиана, по-моему, строит отношения, нет? На рынке одеваюсь? Да, на рынке. Тяжеловато лежать психологически над камерами? Нет. Если бы нас выпускали чаще на выходные, то нет. А так? Неа. Мне вообще не замечала камера, честно, насрать. Тяжело то, что ты в замкнутом пространстве, постоянно с одними и теми же людьми. И я помню свой день рождения, как я просто плакала в админке. Просто у меня была истерика. Мне кричали все, выйди на камеру. Я говорю, я не выйду, я не пойду. Были моменты, когда я даже вставать не хотела с кровати, вот когда я страдала там на островах. Я все посылала, но я не снималась, мне было похер. Ну, просто когда ты на островах, тебе очень плохо, ты хочешь куда-нибудь выехать, тебя не пускают. А ты должен сидеть с 10 человеком, которые тебя... Я помню, меня отправили туда, а я никого не знаю. Для меня они все вообще чужие люди. Это было ужасно. Для меня было ужасно, потому что у нас состав был на острове первый классный. Второй я вообще никого не знаю. Никто ни с кем не общается. Для меня это было вообще стрёмно всё. Я думаю, чё, куда я попала? Ну, потом мы заобщались с Катей, потом с Мусульбес. Вот вы, помните, на неё там бы длину. Я их всех люблю, с Дэнчиком. Что женщина взрослая, держит, может, и хочет жить одна без мужчин. Я поддерживаю твоё мнение, что женщина взрослая, что без смущения, о чём ты, твой привет. Очень люблю своего мужа. Я от него чувствую замену. Очень часто ссоримся по пустякам. Мне могут помолчать, когда нужно. Понимаю, это только когда уже остальное. Блин, что делать? Люблю его очень. Ну, вас в-то двоих устраивает, он уже привыкает. Там, знаете, как говорят, люди же привыкают к характеру. Вы другого узнаёте. Я, например, тоже знаю характер. Знаю, где промолчать, где уже нужно не плакать. Уже не плачешь, просто уже не обращаешь внимания. Думаю, тоже не обращает внимания, выключает мозг. Хныкайте дальше. Да, мне не понравилось, как будто бабка там 40-летняя. Привет, привет. Я так скажу, много чего отшивается в Китае. И то, что для бутиков тоже. Почти всё. Сколько лет сестрёнке? Такие вопросы. Сколько лет? Дети? Муж? Я отвечу только за себя. Муж сидит. Что тебе на голове с волосами? У меня пучок. Здесь посильная влажность. То есть не только жирницы кожи, здесь ещё и сильно пушатся волосы. Какие серьги красивые, да, мои? Ты из кортницы, да, конечно? Уже 10 лет со стажем. Тон-крем, пожалуйста, покажи комнату. Да что тут показывать? Колено встречается. Лесная тесина. Мне вообще убивают же бабы, которые говорят, самый красивый парень был на прайде. Извините, конечно, я мужчину. Немного рассматриваю по-другому. Поэтому для меня это, когда такая женщина пишет, ненормально для меня это. Чего? Главный какой-то человек. И как он относится к вам? Всё-таки для меня поговорка мужчин должен быть, ну, чуть-чуть красивее обезьяны. Это действительно так. А вот мужчины встречают женщин всё-таки визуально. Но есть всё равно женщины сильной харизмы, которые всё это... Но всё же есть мечта. Привет из Англии. Духи какие купить? Какие вам нравятся? Как выбираешь мужчин? Никак не выбираю. Сердцем. Сердцем и душой. Вот так вот выбираю мужчин. Поверите, если даже Лёша был не красавцем, я бы всё равно с ним была. Потому что я его полюбила в первую очередь как человека. Питер с тобой. Спасибо, Питер. Спасибо. Сорокалетняя у меня 46. Я плачу. Блин, ну не говори, бабка сорокалетняя у меня 46. Я плачу. А что я сказала про сорокалетнюю бабку? Я не поняла. Да, мы отправляем во всем мире. Красиво, как правило, он самолюбён. Плюс нахрен это конкуренция. Согласись. Конкуренция чего? Конкурировать с мужчиной или что? Я не понимаю. Я вообще такие вещи не понимаю, когда мне говорят, что конкуренция чего? Может быть. Ну, тогда я самолюбом с мужской самолюбом. Ну, я не могу сказать, что он самолюбив. Больше, конечно, ну, как бы там... Ну, вы меня просто не знаете. Не замечен был Лёша, что он по два часа стоит возле зеркала. У вас очень-очень недостоверная информация. То, что человек следит за собой, я тоже люблю себя поэтому фоткать в трусах, люблю себя фоткать сиськами, потому что, когда у меня были большие сиськи, почему мне казалось, что большие сиськи, это не так круто. Теперь смотрю свои фотографии, думаю, господи, где у меня башка была? Ну, я люблю своё тело, люблю своё лицо. И что? Я иногда хочу целовать себя в зеркало. Мне кажется, боже мой, какая-то сегодня красивая. Боже, какая ты красивая. У всех есть морщины мимические. Сделайте так лапу, у вас будет то же самое. Тебя заводит лямка? Любить себя это неплохо, любить себя нужно. Но в меру. Надо любить ещё и людей, которые рядом с вами живут. Ну, в твоей жизни проблемы, ты так держишься, лабораторий, ты себя человек. Ну, до этого я плакала, поэтому я нормальная. Я как-то эти два дня что-то пахныкиваю. Хожу немножко, но мне сестра, просто мне сестра, когда обнимает, я вспомнила детство, и сразу мне так заплакать захотелось, и я поплакала уже. Но сделан, да мне жирный нос, видно же, что не сделан. Как говорит моя мама, психологи написали. Ладно, не буду говорить. Моя мама вообще против. Говорит, какой психолога ты будешь учиться? С ума сошла? Себя надо любить, конечно. Ну, конечно, я люблю себя, я люблю жизнь. Надо купить ещё такой скраб, такой брошу прям. Ты наскрабировалась? Я тёмно. Ты теперь мокрая девочка. Мокрая девочка танцевала? Нет, я не делала пластику. Так можно себя любить, смотрится что... а самолюбование... Блин. Ну нет, иногда я себе не нравлюсь. Иногда я подхожу в зеркало, думаю, боже мой, я такая... Да я что, господи? Ангелы, что ли, спустились с небес ко мне? И что это значит? Что я... Ну, я не... Я считаю, что да, я где-то нарцисс. Да. И поэтому у меня была булимия. Булимия, кстати, страдают люди, которые... Нарцисс. Ты сейчас до сих пор на отдыхе, конечно, до сих пор на отдыхе. Могу себе позволить. Ага, ага. Да. Я никого не оправдаю, просто говорю, как есть. Слава, у тебя такое бывает? Да, просто. Может, смотришь от себя в зеркало и думаешь, боже, какая сегодня красивая? Да. Ваши все случаем, вот на урок. Да. И причем, когда одна бороться, и говорят, ты такая красивая. Я думаю, ё-моё, куда ты собралась? Вообще сидит дома с такой розой. Все найдем и в Москве. Какие вопросы задаете? У каждой женщины такое бывает. Что такое булимии? Булимии, это когда много живешь и глиешь. Ты тупая пиздец. Это ты мне? Тогда что смотришь? Мне нравится, когда такое пишет и смотрит меня. Вам нравится смотреть на тупых. Уродин. У тебя глаз там еще не вытекает от этого ужаса. Кто такой Слава? Слава, это моя сестра. Так, с кем из дома два общаешься? С кем общалась? А что, Слободосничество? В моем магазине одежды указано, но сейчас он временно не работает, пока я отсутствую и пока не нашла человека. Ты классная, спасибо. Нет, мужики, нормальный мужик, даже если он будет обезьяна, он будет думать, что он пиздатый, потому что нормальный мужик, он чего-то добивается в этой жизни. Он считается пиздатым. Да? Это нормально, потому что он мужик. Заметил, что ты любишь? Необычно, это клево, тоже любит Сацкий. Я сразу перед вспомнил, когда говоришь, Слава, да, ты не тупая, но ведешься 15-летняя. Дай бог, чтобы у 15-летних был мозг, как у меня. Еще мудрость. Ну, вы пишите так, потому что вообще не знаете, наверное, что это даже. сколько хочешь, еще в будущем детей нет. Ну, Вика сказала, поможет, просто мне не можно созвониться. А полные месяцы с Таниславой сегодня уже нет, никого любить не собираюсь. Ты там свет включила? Угу. Ничего себе, а почему я не могла там включить? Бассейн не включается, ни хрена. Все так замерзло, блин. С Танислава, как раз вы брали в Гринч, а ночью в бассейне с Таниславой. Да. Слава, сколько мы вместе? Это спрашиваю. Чего? Спрашивает, сколько вы вместе. Какой, какой у тебя отец? Покажи сестру, привет, привет из Липецка. Да, дочь Владислава из Танислава. Ты с кем живешь в своей сестрой? Ты больше не хочешь детей? Я знаю. Ты была в Крыму, как потом выглядит, идеальные отношения. Не бывает идеальных отношений. Не бывает. Либо люди уже очень взрослые, я не понимаю. А либо живут отдельно, да. Точно. Это вообще идеальные отношения. Вот это идеальные отношения. Так и должно быть. Комплексую за худобы, как можно побороть себя вообще, как себя полюбить. Не знаю. Я не комплексую, мне похер. Любите меня жирный, любите меня худой, любите меня дряблый, любите меня косой. Мой девиз не победи. Да можно и пожрать арбуза. Нет, ты знаешь Сашу Кабанову? Не знаю, может знаю. Не знаю, есть сколько людей в этой жизни, знаю. Лиза КТ, охота, чтобы было все правильно по жизни, но ум. это нереально. Это нереально, потому что, если бы не было, извините, плохо, не было бы хорошо. Мы бы не понимали, как это, как это восхитительно, прекрасно и так далее. Потому что, если бы все было одинаково, было бы все не круто. Поэтому в отношениях должна происходить какая-то дерьмощинка, чтобы понять, господи, боже мой. Ну, некоторые думают, господи, боже мой, вот это дерьмо на меня навалилось, надо бежать. Тебе пора домой. Нет, более, я уже давно не страдаю. Что думаешь, я черное люблю? Я безумно. Ты страшная, я знаю, что делать. А мне кажется, я красотка. Они вообще разные. Бородина, о господи, почему? А мне когда-нибудь перестанут спрашивать про это? Спасибо за прямой, спасибо за фотоисторию, спасибо и вам. Я не считаю, что черное. И я не может смотреть, не знаю. Это я, Саша Камбанова. Твоя преданная фонтатка из Смоленска. Сколько тебе лет? Мне много. 29. Ну, я не знаю, есть еще перископ. Когда он говорил, козюля в носу, ты тоже таки пишешь. Ну, это прикольно было, смешно. было любого спалить, даже топнуло. Ты не знаешь, что вы снимаете. Ты такая дерганная. Я дергачка. Фу. Какой, какой ужас. Фу. Блин. Прокинь, я захожу кому-нибудь и пишу. Не, можешь поржать. Может, они как Сабринка. Ты мне скажи, лучше откуда такие цены на ногти. до сих пор вахуй. Почему это нормальная цена? Маникюр, педикюр. Я за двоих сказала. Это абсолютно нормальная цена, что в Москве дешевле стоит? Нет. В Москве самым дешевым так будет стоить. В самом дешевом. А это, извините, русская девочка держит. Поставь на зарядку. меня напрягаешь. Стоит у тебя на меня. Вот это грязи мне не надо. Не надо. Вот ты скучна, что ты вообще отсюда не выходишь. Пошли тусоваться. Нет, я не могу. Я сказали, две недели тусила, мне нужно отдыхать, мне нужно спать, ложиться. У нас режим. режим теперь. Сестра, мне сказала, что Вэри уехала, у нас режим. Я теперь нам не разрешает. Мне дитя пытаются в зал затащить, все никак. Это и деды. Это кому вообще? Нах. Вы слежи. Так, я пошла с зарядкой. Да не виснет у меня этот. Тут виснет, не виснет. Сколько у вас время через смотри твои эфиры, делай почаще. Да нет, что-то как-то я говорю, надо возвращаться в Москву в два раза. Я говорю, с каждым днем у вас что-то совсем минимум. Валерий, вчера, днем еще волкну. Да-да-да, ты красивая. Привет, в Башкирии. Почему зарядка не работает? Лиза, здесь, поздравляем витамины. Не знаю, я вообще ничего не делаю. Покажи сестру. Сестра там одевается, она полураздета. Из Киева, когда ты в Москву лис. Все, мне там, а там не ловит походу, прикинь. биоматикой? Ладно, я буду выходить, я хочу это, сожрать конфеты и пойду в Вильнюс, привет. Арбуз не будешь? А ты порезала арбуз? Магаванный, отсюда, главное. надо спать, ложиться, отдыхать, потому что зато хочу на пляж, хочу на целый день и рвануть. Мы завтра так и делаем. Да, я хочу сгореть нахрен. А пойдет, мне должна быть съемка. Вообще, еще я жду, да. Одну крутую съемку хочу, блин, мне нужно найти прикольные вещи здесь. Да, сегодня был бесполезен. Идем с нами есть арбуз. Я не хочу уже, Опять, не сгори. Я хочу сгореть. Слава, может, твои сиськи показать? Скажем, нет. Пожалуйста. Пожалуйста. Можно, твои сиськи покажу? Своим покажем. Короче, я могу им только письку показать. Они мечтают об этом. Они мне пишут в комментариях, покажу уже письку. Покажи грудь, покажи письку. Ребят, все, я пошла спать. Хочу тебя увидеть, спасибо. Вон, у нас мы нарисованы над моей головой. Ты видел? И почему мы? А кто? Даже, чтобы твои сиськи не показать. Смотрите, это мы со Славкой. Это две недели, как мы бегали. Ладно, все, пока.